Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 35 выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске не смогли сдать, но всё-таки выполнили квест «Осведомлён, значит вооружён» с установкой последней Wi-Fi-камеры напротив магазина Киба. Нашли недостающую ковбойскую шляпу по квесту «Модный приговор» и там же в торговом центре в магазине Mantis и медблоки МЧС забрали и вынесли хим-контейнеры, которые требовались лыжнику для квеста «Витамины. Часть первая». Керо, Мёртвый Ёжик, Шинс, Ксения, Келаста и Дроид. Спасибо за доброе слово и щедрую поддержку. Правильно говорите, рано собрался на вайп. Ловите новый выпуск. Всем приятного просмотра. У нас уже доступна барахолка для торговли и на момент записи доступна пара торговцев. Это терапевт и прапор. Скупщик тоже есть, но ему только продавать, если что-то пока выгодно. Ну и соответственно, кое-какие квесты можем теперь сдавать этим торговцам. Потерянный контакт хочу попробовать сегодня сделать. Мне нужно найти пропавшую группу в районе коттеджа Шале. И скорее всего нужно будет выжить, выйти с локации, чтобы, так сказать, доложить ей. И на маяке есть квест от прапора. Простая задача, часть первая. Мне необходимо найти вертолёт на водочистной станции на локации маяк. Сложность квеста не в том, чтобы найти сам вертолёт. Сложность в том, чтобы просто подобраться к нему, так как там просто кишит отступниками. Есть также дейли-квесты, но акцентировать на них внимание я пока не буду. Попробую заняться основными задачами. Пойду с SR-25 и трофейная штуковина. Я её немножко доработал. Она лежала на складе у меня. Я тут повесил глушитель, кое-какие модули. Ну и коллиматор комбинированный, в общем, поставил. Гибридный точнее. Лучше его модифицировать пока нет ни возможности. Да я думаю, не целесообразно это на самом деле. В первую очередь загляну на шале, посмотрю, что там в округе, где эти тела лежат. И потом отправимся на водочистную станцию. Буду пытаться отстреляться от отступников и спуститься вниз к вертолёту. На черта толком не видно. Я-ма-я, я ещё и на мины залез куда-то. Так, я вообще знаете где. Чёрт не знает где я попал на карту. И до шалем недалековато. На базе отступников. Вот, всё недалеко. Ой, ёлки-палки. Как я сюда попал? Опа, очки. О. Похорошело, конечно, но ненамного. О. Я не знаю, как себя поведут эти тварищи. Они в темноте, может быть, и не видят-то меня вовсе. Блин, капец. Я неудачно подобрал себе прицел, конечно. Такой засвет у него ужасный, оказывается. Я от ни черта не могу разобрать, что происходит. Но зато я знаю, где примерно находится вертолёт в этом направлении. Ага. Он меня слышит, но, возможно, не видит, да? Один готов. Второй готов. Да, они меня не видят, я так полагаю, да, в потёмках? Интересно. Это уже интересно. Так. Вот он, нужный мне вертолёт. Слушай, а что, если я попробую сначала вертолёт посмотреть, а потом... Пойти на шале наоборот? Есть смысл в таком... ...порядке? Нет, тут на самом деле проще с каким-нибудь тепловизором идти, да, ночью? Так вообще абсолютно ничего не видно. Окей. Тогда так, спускаемся, где-то можно будет перепрыгнуть, перейти. Где-то лаз должен же быть. Не всё, что-то заминировано вокруг. Там, по-моему, перепрыжка, да? А вот же дверь. Попробуем. Попробуем. Дверь тут, даже двери нет. Заходи, не бойся, говорит. Выходи, не плачь. Так. Видите кого-нибудь? Вот и я не вижу. Не слышу. Дверь где-нибудь. … Так. Так. Подзадача, говорит, выполнена. Так в него даже заходить внутрь, получается, не нужно в этот самый вертолет. Ага, надо было. Блин. Вот это подстава. Нужен, оказывается, маяк еще. Мало его обнаружить, его замаячить надо. Это реально подстава. Да удачно спрыгнул. А есть, интересно, здесь вариант маяк пойти? Да нет, это проще выйти. Взять нормально в руки, да, маяк куда-нибудь в подсумок его. Как нормальный человек выйти пометит. Ладно, я предлагаю туда ноги отсюда делать. Что мне тут смысл теряться туда? Эх, а где тут заминировано, где нет, я вот этого не знаю. Это может быть проблемой. Это все, окей. Это все, окей. Не у всех проходит. Как у меня, например. Ну, бывает. Это все потому, что выходишь неподготовлено. Потому что я первый раз эти квесты все делаю. Я до этого их не выполнял никогда. Опыта нет никакого. Поэтому я и... Ну, как бы написано обнаружить. Я обнаружил, да? Что там? Про маяк вообще ни слова не было. Ладно, будем знать. Либо будем заранее тогда смотреть описание квеста, искать гайды, смотреть, как они выполняются. Но это тоже не особо интересно будет мне. Если честно. А я думаю, что так тихо. Опять кто-то убавил. Одесса какой-нибудь. Ну, тогда... Блин, я не знаю даже. Может быть, просто тогда выйти, забрать маяк и еще раз загрузиться? Уже взять либо тепловизор, либо какой-то другой прицел. Который не будет засвечиваться в ночнушке. Так будет правильно, я думаю. Сейчас тут вкусняхи посмотрим. Вкусняхи отсутствуют. Все нормально. Так, тут что-то бывает, да? Не уверен. Вот тут я точно что-то находил всякое. Тоже не то. Окей. Значит, идем на шале. Наверх. Тут я вряд ли поднимусь где-то. Чуть в обход придется. А шансы на выполнение хорошие прям были, да? Прямо спокойно, обеспеченно так зашел. Второй раз такого шанса... Да что такое, куда ты застрелил? Второй раз такого шанса неизвестно, будет или нет. Так, а какая интересная группа мне нужна? Которая внутри в коттедже? Или которая... Или которая... На теннисном корте там. Так, я тут не запрыгну, да, никак? Понятно. Кто-то рыскает там фонариком, дикий обычный, скорее всего, кто-то болтал там. Так, что рыскает там по-русски. Да... Тех-п Flint и та... Смотрите продолжение в следующей серии. Есть кабанчик. Смотрите продолжение в следующей серии. Это не то, что нам надо. О, нам теннисный корт. И скорее всего верхний тот нужен коттедж. Смотрите продолжение в следующей серии. Переход на берег уже далеко. Южная дорога можно будет так примерно ориентироваться. Будем в ту сторону. Сейчас еще неизвестно, что здесь где-то закончится, чем... Вон оно. Вон он коттедж. Смогу тут подняться. Так. Получилось. Ага. О, тут тела на корте лежат. Они ли мне нужны? Точно. Потерянный... Контакт. Все, выжить, выйти с локации. Значит мне наверх в шале нет необходимости подниматься. Получается. Тогда посмотрим, что почем. Медицина вокруг тут валяется. Что-то нету. Тут чего? О. Неплохо, неплохо. Как раз этот Браво можно будет, наверное, и использовать, да? В качестве прицела. Сверху еще какой-нибудь простенький коллиматор повесит. Белома какой-нибудь. Тоже нормалек. Всякая, всячина, мелочь является. А, посмотрим. Тут богатое тело лежит. Не, не вверху он изжил, кажется. Опа-хи! Вот оно. Но сейчас на нем ничего нет абсолютно. Ладно, бог с нами. Предлагаю домой валить. Как тут что? На вертолет упавший сейчас здесь посмотрим. Вокруг него пошарим. Хотя и так уже не пустой, да? Ладно, давай посмотрим, что там. Мимо такой добычи только ленивый пробежит, наверное. Уже кое-что виднеется. Светает. Поглядеть в трон. Да, ночью на маяке. Конечно, удобственно лутаться. Это я за Чебыка вышел. Пустая абсолютно карта. Хорошо, хорошо. Как раз. Квестики-то делать, да? Самое оно. Также мы сгодси по бокам. Кв abductьем. Ктриски. Криски. Крячь. Посмотрите. П Падцать. Криски. Она тут. О, да ладно Мельдонин Я его что, не сдал еще что ли? Нет, получается Нормально Квестовый валяется просто Инъектор Это где-то, по-моему, еще То ли медицин, а то ли что-то в этом духе должно лежать О, патроны Иголки нашел 9-18, не играю я с ними Еще тогда пойдем В сторону выхода Там на выходе еще кое-что можно будет посмотреть Не густо, конечно, но Оставаться здесь смысла уже никакого нет Выход недалеко Вот он, маяк И мне вдоль вот этого шоссе В аккурат выйду Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Иди герняча с топлива. Дорого стоит, поэтому я все это добро сейчас грибу. Нормально. Теперь избавляемся от хлама. Вот так вот. Все получается. Все забыл. Вроде все забыл. Вроде все забыл. Кек на дороге валяется. Нормально. Слушай, а не дурно. Я еще и полу-то тут разжиться чем нашел, да? О, завод ключ. Это внутрь. О, вот это вот сейчас тысяч 30-40 стоит, по-моему. Потому что это предмет бартера на разгрузку. Ну, а сейчас в цене, короче, эти хлопья. Молоко и хлопья. Мне даже уже некуда складывать, честно говоря. Ладно, нафиг этот Макс Энерджер. Кому он нужен? Да сейчас. О, БП-шки я бы забрал. Например, вместо изоленты. Парасыпем их. Вот так вот. О, вот эта штука хорошая. Тысяч 40 сейчас стоит. Ё-моё, минус фонарик. Минус самореза, пожалуй. О. Вместо того, чтобы квесты бегать делать, да, Деса? Даже что от спецтехники нашел ключ. Хе-хе. Нормалёт. Ладно, у нас один квест в любом случае уже в кармане. Так что точно не зря вышли. Пойдёт. С маяком сейчас разберёмся, чё да как. 30 минут времени мне потребовалось для того, чтобы выполнить одну из подзадач и завершить один из квестов. Пару отступников и один дикий на счету. Да, на самом деле, образец, который я нашёл, Мельдонин, он мне нужен был по квесту. Я его пока попродержу. Как только откроется, если откроется Миротворец, я ему сразу его передам. Потерянный контакт квест можем закрыть. Нашли группу в районе коттеджа Шале. На локации маяк выжили, вышли с локации. Оказывается, эта группа находится как раз на теннисном корте. А вот теперь у меня время высадки неудобное. 17.51 ещё светло, а 5.51 уже светает. При свете дня риск помереть там на этих водоочистных станциях увеличивается раз в 10 как минимум. Тогда предлагаю сходить по квесту Каратель часть 4, но сходить не на побережье, а на локацию лес. Мне нужно, используя дробовики 12-го калибра, 10 диких там настрелять. Также в лесу у меня есть квест от пока закрытого егеря от этого торговца. Путь выживальщика торчок, убить в диких. В лесу, находясь под эффектом стимуляторов, тут надо будет 15 диких подстрелить. Писали в комментариях по поводу того, что горячий электрод больше не работает, как какой-то стимулятор, не даёт эффекта. Попробуем одного дикого сход рода жахнуть. Если не получится, то у меня есть 2 пачки молока на случай этот. Ну и как экстренное есть пропиталов куча целая, они тоже подходят. В планах на рейд чисто побегать по локации и пострелять дикарей. Если будет возможность на хорошей дистанции это сделать, то будем пробовать на хорошей дистанции. Так как там есть ещё дейлик от терапевта на расстоянии более 80 метров, убить 8 диких. Ну а если нет, ничего страшного. Главное не забыть мне жахнуть каких-нибудь там стимуляторов этих самых. Ну а даже если и забудут о 10 диких мне пристрелить, если получится, значит я закрою одну из подзадач квеста. Каратель, часть 4. Как, возле деревни, да? Ну так вот. Понятно. ЗБ-14, выход, мост, окраина. В общем, в другой степи абсолютно у меня будут точки эвакуации. Ну и ничего страшного. Я тогда сейчас... Блин, а я иду куда? Я сейчас ловил татца и иду, получается. Окей, видеокарту хотя бы посмотрим. Посмотрим, что здесь происходит. Будут ли тут дикие сейчас заспавниться по шурику или нет. Так-то по луту мне особо ничего и не надо. Честно говоря. О, мы сейчас посмотрим, как вот рот работает, кстати. Так. Да нет. Есть. Видите, как их фамилия. Стимулирующие, так сказать, свойства, да? Давай посмотрим. Сейчас какой-нибудь дикий, если попадется, мы ее на то дело и как раз проверим. Дикий как раз и не попадется мне ни разу. Судя по всему. Попадется. А, он за забором вообще. Да е-мое. Так. Смотрим. Локация лес. Торчок. Засчитано. Ход рот работает, пацаны. Готов. Смотрим. Штурман это не то. Два. Все. Работает. Торчок работает. Что я еще хотел посмотреть. Локация. Любое устранение. Диких с расстоянием больше 8 метров. Нет, было, значит, 80 метров. Ну, все. Тогда все отлично. Работаем, пацаны. Значит, соработаем. У меня каким-то прицепом еще тут тепловизор остался, оказывается, на дробейке. Я как его демонстрировал там в убежище, да, как он работает. Так, теплак. Так, я его и забыл благополучно снять. Так что у меня с тепловизором получается дробачало. Вот, прицеливается он в тепловизор таким макаром. Чик, в мониторчик смотришь. Не, непривычно так, капец, смотреть куда-то вниз на какой-то дисплейчик. Вместо обычного какого-то прицела, да? Так, что-то у нас тут под скалами, давай поглядим. Можно будет наверх, кстати, на скалу он прям забежать. Еще этого самого снайпера шелкнуть там попробовать. А, 12-й калибр я хотел посмотреть по карателю. Ну, он там выполняется, это однозначно. Двоих застрелил. Я посмотрю все-таки. Каратель, да, двое из десяти есть. Все отлично, все работает, пацаны. Берите смело hot rod, заливайте в топку и ходите джебошьте диких. Все в ажуре. Все фурычит. Сколько еще? Сотня. Полторы минуты есть. Пошукать тут дикарей. Пошукать, пошукать. Есть кабанчик. Где-то еще один, по-моему. Есть. Ну, то, что шуманул, это не очень приятно. Попробовать наверху, который снять. Не знаю, в такой ближней дистанции пытаться что-то там в этот дисплейчик высмотреть. Ну, как по мне, какое себе развлечение. Это надо уметь. Да сколько же вас тут? Я как бы не против. Да не вижу я тебя. Не вижу, говорю. Он где-то там. А, вон он. Уйти твою маковку. Попал, не попал. Ничего себе. Классно то, что здесь быстро-то все происходит, да? Бам-бам. Бам. А, это же не под энергетиком было. Я забыл выпить. Ёлки-палки. А я не убил его. Что-то рубил. Так, тут еще халявный есть фраг на скале, снайпер. Давай попробуем его тогда снять. Что просто так, проходить мимо. Есть он там еще? Вон он есть, кажется. Нет, это не он. Не понял. Братила, ты где? Братила. Не видать. А, жаль. Окей, пошли дальше тогда прочесывать местность. Дойдем до КПП. Здесь юсеков. Хотя бы... Десятерых надо будет закрыть, чтобы не было необходимости с 12-м калибром сюда влазить. Как-нибудь сейчас по-хытрому попробую подойти. Здесь получится, конечно. А то они, зараза, то в упор ничего не видят, то за 100 метров тебя. Засечь могут. Во-во-во, я и говорю про это. Да что? Тебя? Тут кто? Наконец-то положил. А, и ты тут, да? Вау. Блин, вот теперь мне страшно, реально. Что, они кого-то увидели там, или что? Что-то на ту сторону загрыз. Так, патроны. Пока все идет по плану. Пока. Вау, БП-матроны, пансоны. Вау, БП-матроны, пау, БП-матроны, пау, БП-матроны, пау. Вау, БП-матроны. Вау, БП-матроны, пау. Не стесняемся, употребляем энергетики. Пока побаиваюсь на лесопилку вытряхиваться. Слева. Есть, каратель засчитан, это был десятый. Хорошо. А то, что там искать, щелкнуло не хорошо. Хорошо. Бог с тобой. Прям дальше идите пускать. Пацаны. Я вас искал. Ага, тут обшарили, понял? Вычистили все. Значит, диких здесь ловить нечего, да? Хотя наоборот, скорее всего. Если они отсюда пошли в противоположную сторону. Например, дом диких должен быть с дикими. Так, что у нас? Достаточно еще. Топливо есть. Топливо есть, диких нет. Все нормально. Пока не с кем они там могли со СКС. Там мог, кстати, со СКС стрельнуть. Товарищ на скале, которого я все-таки не стал убивать. Не нашел, точнее, не увидел его. Ну тут вообще галят. Пожаль, я рассчитывал тут на нескольких диких. Обычно тут пара-тройка типов шатается. Ну ладно, у меня пока энергетики и всякие вот эти прелести есть. Пока погуляем по локации, я думаю. Поищем диких. Тихо. В лесу. Тогда, как вариант, можно попробовать сходить в сторону антенны этой сотовой. Там под антенны и на пункте питания можно будет посмотреть. Товарищи нехороших. Как такой вариант. Как вариант. Как вариант. Сколько у меня еще осталось там под эффектом стимуляторов. Торчок. Торчок шестерых еще. Ух ты. Нормально, нормально. Шестерые. Тебе не хохры-мухры. Я даже не уверен, будет ли там шесть диких или нет. Круг подсчета тогда жарить придется. В том плане под антеннами пройтись, потом идти опять на коттеджи. У меня выход только в этой вот стороне. Вот это вот не очень приятно. Ладно, давай глянем, что там будет. Что будет, то будет. Да, наверное, я на ту сторону и не пойду. Я попробую сделать таким образом. Сейчас загляну на этим. Посмотрю автальмоскоп. Может там челоботы уже подъехали? Да, да, нет, нет. Под антенну спущусь и потом сюда просто вернусь. Посмотрю этот Юсека в КПП и посмотрю дом диких. Каких-нибудь типочков залетных, я думаю, мы там по алюбасу встретим. Вполне возможно, что человек шесть в аккурат и выйдет, да? Давай на это пока будем рассчитывать, а там видно будет. Это потому что я на МЧС не пошел. Надо было все-таки спуститься на МЧС мне. Не пронебрегать этим вариантом тоже. Вообще, честно говоря, в последнее время часто стал как-то подгонять себя. Давай туда, давай сюда, быстренько. А, ладно, это не будем. А, ладно, то и зря. Очень даже зря. На всякий пожарный буду подпитываться энергетиком. Там он еще есть. О, здрасте, ни фига. Нормально. Ну, что будешь делать-то, а? Ты посмотри. Ну, нельзя же так просто взять и не взять сахар. Золотая цепочка. Сюда ее. Пушка. Не? Фига насыпали мелочи. Так. 219. Вперед. И с песнями. Что, не буду, не буду лутаться. Уже полный. Все, что мне интересно было, я надыбал. Медицина. А давай молока вот так вот чик. Ну, не бросать же афак и ефак на месте. Во. Красиво. Четко. Можно теперь идти под антенну, стрелять диких. Но если мне круто повезет, то они сейчас в аккурат здесь и будут, эти дикари. Ну, человека четыре, может пять. А может и все шесть даже. Трое под антеннами, трое там на пункте питания. Вполне возможен такой спаун. Вполне возможно такой спаун. Вполне возможно такой спаун. И тут никого, да? Вот, ё-моё. Сумки не лутаны. О. О. Базару нет. О, заспаунились. Надо было спуститься вниз. И пацаны подъехали. О, сколько у вас. Иди сюда, ты говно жопа. О. Семи берцов. Сдохни, тварь. Ага. О, сука. Свистни в хуй. Сейчас тебе пиздец придет. Он мне в хавальник прям попал. Негодяй. Кукью выжил, жесть. Вот и шина пригодилась. В какой-то веке. Нормально. Ну вот. Троих уже. Застролил. Застролил же. Так точно. Значит, что будем делать тогда? Что там у нас по времени? Двадцать восемь. Иммунитет. Давай тогда я этого самого жахну пропитала. Тут по мелочи долечивать неохота просто. Один, два. Туда-сюда эту аптечку терзать. Как раз он и будет у меня в качестве и стимулятора, и... Медицины. Где нашел? Непонятно. Где нашел? Непонятно. Что там, братюня? Что по ребрам? Есть. Еще один. Двое осталось. Ну все, тогда точно туда, в сторону. Коттеджей нет смысла абсолютно педалить. Я здесь доделаю свое дело. Да? Получается, да. Еще бы парочка, но это... Заспаунил их где-нибудь рядышком. Замечательно было бы. Замечательно. 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 Ура. ПСК. Ну, пункт питания давай загляну. Ну, в случае, если вдруг кто-то там остался. Засел. Четырнадцатая ЗБ не работает, поэтому мне прямиком на окраину надо будет фигачить. Ну, как-то так, в общем. Похоже, что тут нет никого. Зато есть сахар. А я сладкое люблю. В игре, по крайней мере. Не дурно. Двоих диких всего осталось мне под эффектом стимуляторов добить. Стимуляторы имеются, диких нет. Но я пойду в сторону выхода. Буду надеяться, что где-нибудь либо на КПП ЕСЕКО встречу, либо где-нибудь по пути на выход в сторону окраины. В любом случае, погнали в сторону выхода. МБС целых с лишним штук. Нельзя просто так взять и не использовать. В любом случае, погнали в сторону окраины. Правильно. В любом случае, погнали в сторону окраины. В любом случае, погнали в сторону окраины. Надо будет лазить. Егерь недоступен. Бартырнуть его не у кого. Стоят они, наверное, денег. Я не знаю сколько. Чего-то стоят, скорее всего. Так что, понесу домой. И глядишь в ближайшем выпуске. Думаю бы ты. Хотя нет, но вряд ли. На берег я пойду уже, скорее всего, тогда, когда у меня будут квесты от миротворца на берегу. Типа миротворческая миссия или что-то в этом духе. Так что у нас по стимуляторам имеется? 205. Это да. Это нам подходит. И вторая партия. Не подъехала случайно. Опа. Дикарей. Челоботы, скорее всего, подъехали, но... Челоботы спавнятся. Обычная как раз свежая партия этих диких. Тоже высаживается на локацию. Ага, я вижу даже дикого возле КПП. Зашибись. И вот теперь... Да, я попал по нему. Убил. Увидел у меня издалека и залег в траву. Увиденыш. Все, один-одинешник остался. Надо доделывать квест. Пару минут есть еще. Как раз тут мотнуться в округе, да? Пацаны. Я свой. Нифига, я хотел быстрый рейд до красного таймера дотянул. Эй. Ё-моё, нифига ты. Ну это должен быть мой клиент как раз. Да вон, вон он! Да блин, шоу-то орешь так, господи, пугаешь. Я не вижу. Давай для верности, а? Шандарахнем. А то будет крайне обидно, если я последнего дикого сейчас убью без офиг... Эй, вот она. Привет тебе, служивый! Да я понял уже. Ты че носишь там? Я не понял. Вон он, вон он, вон он, бля, и бах его! Эти, твою мать. Искликнул. А че он дробь заряжает? У меня эти кончились, что ли? Генито! Этот беспредел, он заряжает экспресс какой-то. Нифига, он зашел и такой чик выглядывает. А вот это уже не я сделал. Кто-то тут после меня пришел, похозяйничал уже. Получается. Странно, раньше было понятно куда, в какой слот складывать. Патроны или гранаты, допустим, те же, да? Патроны или гранаты, допустим, те же, да? Я не понял. Нет, вроде АПшки. Или это просто так отображается? Коряво. Ну, по его броне че этот дробь, пофиг ему. Там четвертый класс. Пусть и материал не очень. Только я ему джилет дикого испортил, получается. Разобрался на спине. Все, ехало домой. Хороший рейд получился. Закрыл я основную задачу по торчку. Правда, сдать не могу, но это ничего страшного. И покарателю четвертому под задачу выполнил. Остается только двух ЧВК убить в разгрузке. Дикого жалеть, точнее. 17 диких. И только Вовчик Бокс ушел у меня на дистанцию более 80 метров. По ежедневному заданию терапевта. Путь выживальщика торчок квест завершен. Убили диких в лесу, находясь под эффектом стимуляторов 15 из 15. В награду дает два уровня метаболизма. Не дурно. По оперативным задачам в устранении есть убить диких с расстояния больше чем 80 метров. За это не такая уж большая награда на самом деле. И 3 БТГ мне больше не нужен этот стимулятор. Но это хороший повод для того, чтобы покачать, допустим, навык владения снайперскими винтовками где-нибудь на дистанции. Да, пострелять в оптику. Ну и по карателю части 4. Одна из четырех под задач осталась только не выполнена. Это два ЧВК на побережье в Балаклаве и жилете дикого нужно убить. По квесту от Миротворца Ленд-Лиз часть 2. Мне нужно сварить еще две железяки. Это программируемые процессоры Виртекс. В разведцентре у меня есть такая возможность их варить. Но не хватает предметов. Не хватало точнее. Сейчас барахолка открыта. И я предлагаю даже несмотря на то, что у меня это влетит в копеечку. Хотя не так уж и много на самом деле. Поставить все-таки на варку. А хотя бы один из процессоров. Варка его займет 37 часов 19 минут. До конца вайпа бы успеть. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь выпуск вам понравился. Благодарю за пальцы вверх. За бодрость в комментариях. Несмотря на то, что вайп на носу. Я все-таки сделаю еще несколько выпусков. И пока нет официальной информации о вайпе и самого вайпа. Будем дальше пилить путь со дна третий сезон. Всем удачи. Приятной игры. Увидимся услышимся в следующем выпуске. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok